доброе утро хорошие люди я очень люблю вставать рано утром и полоть огород или заниматься какими-то делами ну вот вам пол седьмого утра если полоть огород то только с фонарем камера даже показывает больше чем видят глаза до прошло время чудес или как говорится время чудес миновало такие виды ничего во дворе не светится а такое впечатление что где-то горит фонарь да это так работает камера вот теперь горит фонарь это датчик движения сработал вот какая красотулечка космея расцвела прямо наравне с розой сегодня мы приехали в гости благоустроенную квартиру в которой живет наш близкий родственник брат моего мужа так заходим вот тут такой красивый венок висит обалденный на двери последнее время уже мало кто это мешает это сразу прихожая вот такая длинная хорошая красивая прихожая в этой квартире направо у нас сам узел а налево гостевая комната вот когда гости приезжают они вот тут ночуют вот такая хорошая красивая гостевая комната мы опять в прихожей и направо у нас кухня на кухне хозяйка готовит готовится к встрече гостей тут у нее все жарится париться салаты делаются тут к ней приехали еще салаты от бремена всякие тут что-то вот уже стоит замаринованная но в общем все кипит подготовка к празднику там у нас гости сидят за столом здравствуйте гости так проходим зал стол уже накрыт скатертью скоро приедут остальные гости вот так выглядит зал работает телевизор все флаги мира показывает вот и вот здесь такая большая стенка красивая позволите повернуться в вашу сторону или не позволить не позволите мне не позволяют снимать ни фас не в профиль приходится обходить препятствия ну вот так выглядит это все уходим мы в обратный путь знакомые люди везде в телевизоре она я вам не показала что здесь выходит на такую лучшую дверь и там цветочки красота есть где отдохнуть дальше походу нашему у нас спальня такая большая удобная красивая спальня с шифонером с местом для приведения себя в порядок ну вот как то так ну и вот это оплот хозяйки это кухня конечно кухня где большего времени проводят женщины чтобы накормить свою семью вот здесь тоже такой уголок для еды ну как обычно холодильник холодильник конечно не один наверное морозильник снизу стоит а холодильник вот тут встроены в кухню вот так выглядит кухня так приехали в гости а тут делают салат макаронный и добавляют туда мандаринки целоваться нельзя корона и обниматься тоже так значит туда идут вареные макароны вареное яйцо мандарины из банки что еще кукуруза из банки кукуруза из банки и майонез и все можно еще и горошек положить но если ты кукурузу положила так куда еще а я кукурузу не вижу вообще не видно и можно еще чуть-чуть маринованных огурчиков для пикантности вторую дозу мандарин достаешь это маленькая такая так вторая доза кукурузки ну я считаю кукурузка это не помешает и вот такой макаронный салат вижу впервые сюда еще можно положить или сосисочки нарезать колбаски в общем или мясо сосиски или можно положить грибы маринованные консервированные да да вместо мне кажется грибы и без этого пойдут без лапши но это уже на вкус и цвет так это мы сделали молодцы помогаю активно помогаю это салат из крабовых палочек с отварным рисом кукурузой вот это мелко нарезано что яйцо кукуруза чем резали что он такой мелкой вот видите как нас встречают тут всякими салатами но не думайте что это только мы будем есть тут соберется вся семья еще и сваты приедут это очень хорошо это у нас как традиция каждый год когда в деревне праздник хозяйка встречает гости у них традиция потому что карусель в нашей деревне и все едут сюда бывают они живут в соседних приезжают к нам мы делаем шашлыки и кушаем и потом идем смотреть хорошо молодцы и сейчас идете смотреть на карусели так сточили со стола то что плохо лежит соли много сверху я еще не перемешала вот помогаю активно видите как нарезали лук красный и замариновали его рассолом или маринадом из огурцов из маринованных огурцов ну вот пойдет тоже в крабовый салат или в салат с крабовыми палочками салат немножко постоял и в него добавляется промаринованный лук лук в этом случае взяли красный потому что не такой злой но когда помаринуется сейчас будем пробовать у него еще уходит горечь появляется такая маринованная кислинка а вот этот лук мариноваться полукольцами дорог есть еще огурчики малосольные у хороших людей а вот тут по секрету всему свету уже приготовлен картофельный салат как гарнир к шашлыку вот это самый традиционный немецкий салат туда кладут маринованные огурцы отварной картофель лук да лук тоже промаринованный промаринованный и все или яйцо еще ну так то как в общем я вам уже рассказал что картофельных салатов более чем 100 рецептов но это все традиционный салат немецкий которые едят и на рождество и по большим праздникам тоже ну и используется как гарнир к мясу так хозяйка тут уже начало организовывать сашлык праздник начался а мы вот тут у нас свой праздник ну стол накрыт пора приглашать гостей на улице шунга тарарам все люди ходят надо так сделать